Я закончил работу На Бруклинском мосту я видел, как летит самоубийца. Что это значит? Не больше, чем если бы он был воробьем. Над нами вставала манфетка. Внизу текла река навстречу морю и небу. Мы не слышали шагов в прихожей. Она появилась безмолвно, как рады. Как это у них отлажено с сэндвичами? Тост, ломтик бекона, тост, кусок курицы, тост. Мы прихлебываем кофе, глядя, как женщины с накрашенными губами быстро занимают места. Не улыбчивые, неприступные. От веток зимнее небо чуть-чуть коричневое. От снесенного дома остались дверь и лестница, ведущие теперь в пустую просторную ночь. Корабли пробиваются сквозь темную зелень океана, ураганы разносят дома, а здесь корни тополя на вершок приподымают мостовую. Я всегда удивляюсь, встречая спустя 10 или 20 лет тех, кто был беден и глуп. Разумеется, все такими же бедными и глупыми, но живыми, несмотря на все войны, кризисы, эпидемии. Живыми и здоровыми. Может, и правда есть Бог на небе? Рейсы в метро. Что мы знали о счастье, пока были рудой в толще земли? А теперь над вами горит электрический свет. И если есть план, то, может быть, это тоже отмечено в плане. Поезд в метро, проходя стрелку, скрежещет колесами. И свет в нем на мгновение гаснет, чтобы тотчас зажечься снова. Вот такой черт злезников.